Значит, смотрите, мы данное производство начали, года два назад мы начали ставить, начинали потихоньку оборудование выстраивать, линию и схему, потом уже, когда все построили, вернее, смонтировали, потом начали стены ставить, в общем, от обратного. Как в войну заводы ставили, так и мы ее тут в амбаре поставили и все это обустроили потихоньку. Начинали мы с мельницы, которая, видите, синенькая стоит, да, это датская мельница, жерновая мельница каменная, здесь мы получаем цельнозерновую муку, значит, ну это грубый помол, вот, у нее есть два схода, то есть мы можем прямо оттуда отбирать муку, либо переключать вот на этот шнек, который подает на вальцевый станок. В вальцевый станок мы дотираем эту муку грубого помола, дотираем уже до более тонкого помола, но опять же там в наличии находятся все оболочки, там зародыши, все волокна присутствуют. Мы ее дотерли, думаю, более, ну, скажем, тонкий помол сделали, да, и потом отправляем на этот самый, на расев. На расеве мы разделяем отруби и первая сорта, да, а вышку и первая объединяем. Вышка первая объединяется, а второй и отруби мы в сторону, и мы их повторно еще раз пропускаем, практически выход где-то 90 с лишним процентов у нас. Все, значит, ну, мы, не нравится мне, что здесь не понравилось в этом все деле. Во-первых, низкая производительность, раз, во-вторых, вы видите запыленность, два. Мы поставили задачу найти мельницу, которая будет выдавать нам все эти результаты, но более чисто, экономично и более производительно. Ну, вот, к нашей радости мы нашли такую мельницу, вот мы ее буквально, наверное, с месяца назад, в мае месяце мы ее забрали, под нас ее изготавливали. Вот, вы видите, это мельница. На сегодняшний день мы приобрели мельницу, это инновационная мельница, это роторно-вихревая, очень простая регулировка. Вот, видите, у нее сбоку задвижка заглядывает, да. Кто делает? Ну, это, ну, от Шеркаса делает. Ну, да. Рядом. Рядом. Значит, здесь принцип какой? Роторно-вихревая, масса там вся, она находится как бы во взвешенном состоянии, более тяжелые частички уходят, ну, центробежная сила разбрасывает, более тонкий помол идет к центру. Путем открытия задвижки мы отбираем фракцию необходимую нам. Все. На простой пшенице, если, ну, мы тут био, у нас только био здесь, не био, сюда вообще сырье не заходит. Ну, они там пробовали, когда делали, значит, у них где-то, сколько, это 700 килограмм, да, он говорил, простой пшеницы? Да, ну, там чуть-чуть меньше. 600. Ну, довольно-таки приличная производительность, ну, так. И самое главное, что от нее вообще нет пыли. У нее стоит циклон, и все, что оседает, там стоит дозатор, чтобы не было подсоса воздуха, он дозу раз откинул, следующая лопатка перекрывает, и все, что там оседает из воздушного потока, оно оседает и уходит. А в разреже снижение, ну, в общем, отбор воздуха просто выходит на улицу, там идет просто воздух, пыли практически нет. Ну, вот, хорошая техника, я думаю. В принципе, мы вот этой одной машиной можем вот это все заменить. То есть, видите, да, народ думает, считает, рассчитывает, там ребята, инженеры рассчитали сами ее. Причем у них вот эта мельница работает вплоть до измельчения меди, алюминия, уголь, дробят, гранулы. Машина вообще исключительная. Она уже у нас работает? Да, все работает уже. Так, пойдемте. Все, все, все. В том числе, амбарная моль, вот, она настолько мелкая, что ее не видно, это не яйцо куриное, правильно? Она там где-то лежит, начинает складываться нормальные условия, но потом начинает отрождаться и летать. Летать, ползать и так далее. Значит, для этого, что мы приняли решение, значит, есть компания в Москве, они делают эти поточные линии, да. Ну, мы из этой линии просто взяли один элемент, который нам сейчас нужен. В принципе, это элемент из линии по производству хлопьев. Ну, может, начало, потом посмотрим. Там еще есть помещение, можно ее удавлить. Значит, это, наверху, видите, три секции. Здесь стоят инфракрасные лампы. Значит, зерно поступает в бункер, потом поступает, вы видите, он вал, в конце, сетка металлическая, да. По металлической осетка прокручивает и температурный режим до 120 градусов нагревает зерно, это лампами. Значит, что происходит? Естественно, при такой температуре происходит дезинфекция. И, дезинфекция, ну да, полностью мы уничтожаем всю вредную флору и фауну. Ну, один минус это то, что из, это зерно не прорастет. То есть, то зерно, которое продается на проращивание, оно, естественно, сюда не попадет. А на все остальные случаи жизни, на хлопья, да, на муку, на куку, все это можно дезинфицировать. И есть еще один такой момент, мы тоже не знали, нам рассказали, ну, предприятие есть, мы ездили, смотрели в Краснодарском крае, у них эта линия полностью собрана. Проходит обработка овса, у овса одна единственная проблема, он горчит и в муке, и в хлебе, и везде. После этой операции вся горечь проходила. Вот, поэтому вот мы эту линию сейчас ставим, будем, здесь выходит дозатор, выходит, потом еще здесь мы посмотрели, сюда выходить зерно будет температурой градусов 60-80, надо охлаждать. Мы сделаем еще охладитель, вот это мы сами уже сделаем, забор воздуха с улицы, через фильтра, и потом уже здесь будет готово. И самое главное, здесь вот сейчас заказаны уже вороты, все, здесь должно быть наглухо, чисто, ну, стерильная зона. Там у нас раздевалки, там линия поточная, то есть человек приходит, переодевается, то есть сюда ничего, и вновь используемая тарь, то есть вновь мышки тарится, все, и потом дальнейшее использование. Ну вот, то, что мы тут делаем. Водовая печь, значит, внутри камень, сверху свод, вот, сделана по аналогии с немецкими печами. 7-8 тонн, значит, туда зерно поступает, потом нори перекачивается наверх, с нори поступает на вот эти очистные машины, это немецкие германы, гдэровские машины. Петкуса, они, в принципе, по сей день очень актуальны, довольно-таки высокое качество, многие пытаются там, как бы, причем новых нету, все машины тех лет выпускал еще, 70-е, 80-е годы, он 90-е еще есть. Вот, значит, здесь зерно очищается, пойдемте дальше сейчас сюда, значит, потом оно на этих машинах идет разделение зерна, вот, раз, два. Крупная, здесь сходит самая крупная, могут попасть сюда, это здесь сходит, ну, где-то кусочек земли, может, с поля попал, может, еще что-то. Там на подаче стоят металлодетекторы, которые убирают металл, если вдруг он попал, потому что... Первый сорт сходит на норью, вторую, поднимается наверх, там у нас есть, можем направить на вот эти два петкуса, это, если там нужна каскадная повторная очистка, ну, как правило, достаточно этих. На этих машинах мы чистим хлопья и крупу, а отсюда зерно поступает дальше, там есть у нас горизонтальный транспортер и уже потом поступает на фотосепаратор. С фотосепаратора приходит она вот бункера, значит, бункера настроены под вторые сорта, вон там сбоку тоже выбивает пневматика, а первая сорта входит сюда. Вот здесь два бункера, первая, он разделен на два отсека, мы можем здесь фасовать биг-беги, можем фасовать мешки, ну, 25-ки, как правило, сейчас, и полтинники. Все, готовый продукт. Кроме того, у нас, когда нам необходимо представить, ну, как бы, ну, есть заказчики, до которых мы еще пускаем зерно на сухая очистка и полировка зерна. Так, это интересная машина такая очистит, тогда зерно вообще выглядит вообще супер, супер, блестит красиво, так, вроде бы, это, да. Так, пойдемте дальше. Здесь вы видите три бункера, в этих бункерах у нас они плохо, правда, подписаны, значит, здесь находится у нас рожь колбасфельта, значит, это бункера для зерна. Указанных культур, которые потом транспортируются безвесевым шнеком наверх, там стоит приемный, есть машина мойки, на которой есть приемный бункер на этих, ну, там стоят весовые датчики. И все одружается, рассчитывают пекари, сколько нужно зерна, и уже мастер-зерновик закачивает необходимое количество по тензодатчикам, там веса стоят на бункере. И потом уже это зерно идет на мойку и на замачивание для производства хлеба. Хлеб потом уже замочившись почти сутки, он измельчается, делается зерновая такая масса, и эта масса уже добавляется до солода, необходимые там ингредиенты, и все уходит уже на тестоделитель, на растойку и на выпечку. Там дальше стандартная технология. Ну, вот так. Это все, что касается здесь, этой переработки. Все зерно готовится здесь, зерно, крупы, там заширенка, вот машина слева стоит, там, где мы колем горох и делаем пшено. Наверху маленькая заширенка, на которой делаем сушение красной чечевицы. Значит, мы, если есть интерес, можно посмотреть машинка, которая делает комбикорм, вот в третьем ангаре посмотрим, вот так. И потом пройдем птицы.